Первое, с чего начинается трудная работа неблагодарных консультантов, это аудиты. У нас сейчас как раз в разработке несколько клиентов, которые хотят аудит. Звонят вам, так сказать, с телефона, говорят, проведите меня аудит. И вешают трубку. Пойди разбери, что они хотят. Наш взгляд на эту тему такой. То есть есть некое идеальное состояние, то есть в каком состоянии находятся предприятия, процессы, данные, люди. Есть некое идеальное состояние, то есть какая-то идеальная картинка. И вот мы в процессе своей консалтинговой работы должны убедить заказчика привести в соответствие его не идеальной системе, а идеальной. Вот, собственно, как мы это делаем? Двух с вами буквально. У нас есть, опять-таки, своя кухня. Ну, поскольку у меня база образования химик-технолог, мне показалось, что вот эта вот история самая понятная. У нас есть своя таблица элементов. Она на сайте, кстати, написана. Кто интересуется, можете зайти и почитать. То есть любая сложная тема в области ТАИР, организация, автоматизация, что угодно, индустриализация, цифровизация, у нас укладывается в такие понятные группы элементов. Опять-таки, я сегодня не буду рассказывать, я просто скажу, что она у нас есть. Если вы к нам поступите на учебу, соответственно, будете учиться по этой системе, и потом будете эти элементы внедрять. То есть мы можем намешать из нашей таблицы элементов любую методику, то есть любую задачу, которую хочет клиент, мы решаем, ну, с использованием нашей методологии. То есть справочники, отдельные данные есть, структуры, то есть люди, которых я рассказал, роли, есть системы автоматизации, есть технические средства, ну, например, метки на оборудование. То есть, когда мы паспортизацию делаем, из меток как бы не очень понятно, как она будет реализована. Показатели, ну, и, собственно, документы, как итоговая такая цель этого процесса. Ну, вот такими нехитрыми способами мы для заказчиков намешиваем любые сложные проекты, задачи, курсы по обучению. То есть мы выбираем те элементы, по которым у заказчика, у клиента нету чего-то, да. То есть это первый аудит, собственно, с которого начинаются такие первые прикидки к проекту, да. То есть когда начинаешь разбираться, ну, выясняется, что половина из наших понятных нам элементов у него нету, да. И задача консультанта – внедрить этот элемент, настроить, обучить, там, написать. Опять-таки в качестве иллюстрации отчета по аудиту всегда такая простая табличка. Вот элементы найдены, не найдены, рекомендуется к внедрению. То есть получается такая понятная картинка, что получит клиент в точке денег, количество вот этих вот передовых практик. Таких вот аудитов, экспресс-аудитов по направлениям, там уже много проведено, нет ни одной одинаковой компании. То есть все вот аудиты, которые мы делали, они разные. Есть компании, вот, например, УАЗ, знаете, да, Ульяновский, как вам меня зовут. По этому слайду можно сказать, что у них ничего нет, кроме документов. То есть у них есть положение, приказ, но все остальное не работает, да. То есть вот с точки зрения консультантов, выявить такого клиента, ну, это вот, скажем, да, очень интересная задачка, да. То есть можно сделать, что хочешь, с любого направления начинать, любые проекты предлагать. То есть с точки зрения клиента, значит, все плохо. Спресс-аудит – это всегда такой кратенький отчет, в котором, как сейчас, как будет, как в отрасли у конкурентов или, наоборот, у партнеров. Ну, и руководство обычно, как сказать, мы же можем правду говорить, не согласно с теми результатами, которые мы на таких аудитах показываем. У нас все аудиты, ну, большинство аудитов приводят к тому, что, ну, давайте в отчете напишем чуть получше, ну, потому что стыдно нам за нашу людей. Ну, так или иначе, это всегда полезное упражнение для нас и для заказчика понять, чего же там не хватает. Это такой примитивный аудит. Других аудитов у нас я перестал считать, сколько их, штук 8, да, по-моему. Вот то, что я показал Паука, это экспресс-аудит. Есть аудит процессов, ну, когда рисуется диаграмма процессов, как будет, как должно быть. Аудит документов. Очень интересный, Артем расскажет, аудит базовых справочек Фанкси и Таир. Я вообще считаю, что все проекты неудачные, которые неудачно стартовали либо реализуются, они из-за этого. Что люди просто не уделяют внимания данным, да, то есть, как бы, основной информации по оборудованию, которые, собственно, принимаются решениями. Аудит внедрений. То есть, мы можем проанализировать систему, которая у вас внедрена. Насколько эффективно внедряется система автоматизированная. Аудит готовности по стандарту 655 тысяч. Опять-таки, мы уникальная компания в России, которая единственная привела, успела, скажем так, провести международный аудит по стандарту 155 тысяч. И выдать, ну, после нашей работы был выдан сертификат международный. Ну, так печальные шутки, конечно, но в истории России, наверное, был первый и единственный аудит по международному стандарту. Аудит данных об отказах и аудит данных для оптимизации ТАИР. Это такое наше секретное оружие по поводу оптимизации. Что дальше? Опять-таки, после аудита, соответственно, мы выходим уже на проекты, и тут начинается такой жесткий консалтинг. То есть, мы должны предложить проект клиенту, описать задачи проекта, план проекта, ну, и, собственно, реализовать. И таких проектов, типовых, у нас достаточно много, реорганизация, внедрение систем, МСИ, управление надежностью, диагностика, клады и обучение. И, собственно, поэтому у нас по направлениям такие очень похожие отделы, которые занимаются этими проектами. Привет! Я мультяшный робот Простоев.нет. Расскажу вам про курс «Базовые практики планирования ТАИР. Управление надежностью и критичностью оборудования по методике RCM». Простой – это потеря времени. В рамках производственной или промышленной компании любое неэффективное использование времени ведет к реальным финансовым потерям. Вы наверняка задавались вопросом, а как наиболее эффективно избежать простоев? Наш курс даст вам практические методы решения самых разных проблем, связанных с ТАИР. Освоив курс, вы сможете помочь предприятию сохранить ресурсы и увеличить объем производства. Курс подойдет инженерам ППР и специалистам по надежности, техническим директорам, директорам производственных систем и их заместителям, руководителям служб эксплуатации и ремонта, участникам проектных команд, развивающих систему управления ТАИР, менеджерам по автоматизации и управлению ТАИР, специалистам по разработке и аудиту бизнес-процессов управления ТАИР. Программа курса состоит из 10 разделов и рассчитана на 92 часа обучения. Обучение идет пошагово. Вы начинаете с изучения методологических основ и типовых вопросов, рассматриваете примеры из практики, пробуете применять полученные знания. Также вы получаете доступ к общей группе студентов курса, где можете задать свой вопрос преподавателям и общаться с сокурсниками. Курс проходит онлайн на нашей платформе СДО «Простоев.нет». Вы можете учиться с любого устройства. С телефона, планшета или компьютера. Все, что вам нужно, это доступ в интернет. В рамках курса вы освоите практические методики, которые найдут свое применение на любых промышленных предприятиях. Вы познакомитесь с конкретными проектами ТАИР, от «Простоев.нет», которые реализованы в России и СНГ. По окончании каждого учебного модуля вас ждет практика, тестирование и вебинар обратной связи. А по итогам обучения на курсе вы сможете получить сертификат. Обучение уже прошли более 1500 специалистов ТАИР из 300 производственных компаний. Переходите по ссылке под этим видео. И записывайтесь на бесплатную ознакомительную часть нашего курса. До встречи на курсе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова